Смешные приколы из соцсетей. С людьми, с животными, разные войны, пранки и так далее. На канале Юмор. Заходи и подписывайся. Будет много смешного и интересного. Ссылка в описании. Здравствуйте, товарищи люди, леди и джентльмены. Мария Ивановна спрашивает у Вовочки. Вовочка, почему ты вчера опоздал в школу? Вовочка говорит, у моего деда удар случился. Мария Ивановна спрашивает, у него сердце больное? Вовочка говорит, нет, у моей папки сковорода тяжелая. Подписываемся и слушаем дальше. Вовочка, а что такое храм? Это место, где взрослые тетеньки и дяденьки обещают, что больше так не будут. Мать спрашивает у Вовочки. Вовочка, выгляни в окно, что за грохот там на улице? Вовочка говорит, а это папа хотел в гараж заехать. Мать говорит, и что? Вовочка говорит, а гараж указался немного в стороне. У моего бывшего похожее на вирус. Это как это? Он потерял вкус. Я вчера видела его с новой пассией. Ты бы знал, какая она страшная. Мария Ивановна спрашивает, дети, кто из вас может привести пример гармоничной семейной жизни? Вовочка тянет руку. Мария Ивановна, мои дед с папкой живут в абсолютной гармонии. Дед храпит, бабка глухая. Вовочка, хочешь быть летчиком? Нет, они разбиваются. А тогда капитаном? Нет, они тонут. А кем же тогда? Хочу быть изготовителем матрасов. Почему? Сделал, полежал, сделал, полежал. А ежи. Мария Ивановна спрашивает, дети, а что такое вещь? Петя говорит, ну, вещь это книга, портфель, карандаш. Вовочка говорит, банка пива на похмелку, вот это вещь. Вовочка, кто твой любимый философ? Сократ, вы нам недавно о нем рассказывали. Это же замечательно, а почему? Он, как и я, был противником письменности. А кто, а кто это сделал? Если мужчина просит номер телефона, я всегда даю бабушке. В семье по женской линии все красавицы, а она еще и любит поболтать. Вовочка, я должна тебе сказать, у нас будет ребенок. Маша, я же тебя только по попе хлопнул. Сидоров, ты что, дурак? У нас мама беременна. Можно вам задать один вопрос? Какой именно? Когда мне наконец можно будет приходить, когда я хочу? Уходить, когда хочу? Какой нельзя? А не птика? Языковед, назвала самое сильно распространенное слово русского языка. Это слово нет. Хм. Вторым, наверно, будет составное. А че сразу я? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. В споре рождается истина. Не знай, не знай, у меня в споре родился фингал под глазом, выбитый зуб и два сломанных ребра.